Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 20 августа, и своеменины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых. Митрофана, Антония, Александра, Петра, Михаила, Иоанна, Дмитрия, Алексея, Афанасия, Василия. Мир и благословение Божие, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святого. Сегодня Святая Церковь совершает память преподобного Пимена Многоболезненного. Путем тяжкой болезни достиг Святой Царствия Небесного. Родился и вырос этот русский подвижник больным. Пимен долго просил родителей отнести его в Киево-Печерский монастырь. Когда они принесли сына в прославленную обитель, то стали просить в молитвах о его выздоровлении. Но сам страдалец, сознавая высокую ценность страданий, просил Господа о продолжении болезни, а также о пострижении его выночества. И вот ангелы в виде иноков совершили над ним чин пострижения. Некоторые из братьев слышали звуки пения и, придя к преподобному Пимену, нашли его облаченным в монашеские одежды. В руке он держал горящую свечу, а постригальные волосы оказались в раке преподобного Феодосия. Много лет провел преподобный Пимен в тяжелой болезни, так что прислуживающие тяготились им и часто оставляли без хлеба, воды. Но он терпел все с радостью. Жалея братью, преподобный Пимен исцелил одного такого же расслабленного брата, взяв с него слово служить больным до самой смерти. Раз брат обленился в служении, и его постигла прежняя болезнь. Преподобный Пимен вновь исцелил его с поучением, что больной и служащий больному получают равную награду. Двадцать лет провел преподобный в тяжелом страдании. За три дня перед смертью, как и предсказывал раньше ангел, он стал здоров. В церкви преподобный простился со всей братью, причастился святых тайн. Затем, поклонившись гробу Авва Антония, преподобный Пимен указал место для своего погребения и сам отнес к нему заранее приготовленный гроб. Он указал там на погребенных друг против друга иноков и предрек, что братья найдет погребенного в схиме без нее, так как инок вел жизнь недостойно ее. Тот же инок, что был погребен без схимы, облегся в нее по смерти, так как много желал этого при жизни и был достоин. После кончины преподобного братья убедилась в прозорливости его слов. В день представления преподобного Пимена было явление трех огненных столпов над трапезою, перешедших наверх церкви. Подобное событие описано в летописи под 11 февраля 1110 года. Почему и днем кончины преподобного Пимена предполагается день 11 февраля? Мощи преподобного Пимена почивают в Антониевой пещере. Одна внимательная прихожанка рассказывала о своих наблюдениях за жизнью. Вот одно из таких событий она назвала ненормальная необидчивость. Из машины вышли двое. Парень и девушка. Парень пока доставал из машины разные вещи, потом закрывал, провозился в течение трех минут. Когда он закончил все машинные дела, девушка высказала ему свое неудовольствие, в том числе назвав его тормозом. Он в ответ обматерил ее, без лобы, без эмоций. И они, взявшись за руки, пошли в магазин. Удивительно, такая необидчивость. У них все нормально, они просто поговорили и даже не обиделись на оскорбления. Может быть, так удобно жить, жить с низким порогом чувствительности к оскорблениям и к греху. Ну, действительно, как часто мы, общаясь друг с другом, говорим вещи, которые недопустимы, недопустимы в нормальном общении, недопустимы даже по-человечески друг друга так называть. Низкий порог, черство сердца, бесчувствие, греха. Следующее наблюдение называется «Позорная элитность». На Первом канале вышла новость о праздновании Дня ВДВ. Говорились какие-то торжественные слова о том, что это элитные войска, гордость России и так далее. В реальности, из парка Маяковского, в Екатеринбурге место, где происходят такие праздничные встречи бывших сослуживцев, всю ночь тянулись в дюпель пьяные герои, которые орали на всю улицу «Слава ВДВ!», матерились друг на друга, дрались, гудили клаксонами своих авто и даже перевернули тяжелую бетонную клумбу с земли и цветами. Иногда казалось, что они орут не «Слава ВДВ!» и «ВДВ! Гордость России», а «Позор ВДВ!». Ну, потому что нельзя же быть, как принцесса Фиона, днем быть славой, а вечером устраивать такой шабаш, что не может из одного источника течь горькая и сладкая вода, и не собирают с одного дерева сладкие и горькие плоды одновременно. Каждое дерево познается по плодам. Ну, наверное, в жизни каждого из нас есть точно так же какая-то официальная версия, официальное лицо, которым мы обычно светим окружающим. А есть реальная, внутренняя сущность, в которой страсти настолько сильны, что способны переворачивать бетонные клумбы. Но только за день порой человека и та мерзость, которая скрывается под личиной приветливости, доброты, дружелюбия, она сразу себя проявляет. Ну, и следующее наблюдение про тщеславие. Один батюшка рассказывал о том, как к нему пришла на исповедь пожилая прихожанка, которая очень давно ходила в храм. Под воздействием беса тщеславия она, как оказалось, десятилетиями скрывала тяжкие, смертные, блудные грехи. Ну, потому что ей было стыдно, что о ней подумают, как батюшка к ней отнесется. С этими грехами она подходила к кресту и Евангелию, потом причащалась. Но она так никогда и не думала, что сокрытие грехов на исповеди и причастие с неисповеданными, нераскаянными, смертными грехами является более тяжким грехом. По сути, является причащением Иуды и его лживым лобызанием Христа, когда человек исполняет формально внешние действия в отношении к Богу, свидетельствующие о любви. Потому что нет больше той любви, как принимать тело и кровь Христову, а фактически, принимая в сердце, убивая там Христа, распиная его своими смертными грехами. Здесь речь идет именно о том, что человек осознанно скрывает. Другое дело, когда он не помнит, но не не знает. Потому что подготовка к встрече с Богом всегда подразумевает серьезную работу. И первая исповедь, она всегда должна быть, так скажем, генеральной. То есть серьезная проработка с помощью определенных духовных пособий. Ну, как минимум, книги отца Иоанна Крестьянкина «Опыт построения исповеди», где человек должен произвести внутренний переворот. Потому что нельзя приступать к святой чаше с неисправленными и нераскаянными смертными грехами. Но страшнее гораздо, когда человек помрачен тщеславием и боится, что батюшка каким-то образом неправильно к нему отнесется, если он расскажет о себе какие-то неприглядные вещи. Дай Бог, чтобы наша духовная жизнь, она проводилась разумно, по вере, по правильному духовному опыту, ну и чтобы мы избегали всевозможных тяжелейших ошибок. Помогай нам всем, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok